Итак, друзья, подделки, к сожалению, на этот бренд есть, поэтому сейчас мы будем сравнивать. У нас есть товарная версия оригинал, аромат мема Марфа, тестер мема Эдемема. Вот запомните, как это все выглядит, да? Тестер идет, как правило, без коробки, может быть с крышкой, может быть без крышки, и может идти в обычной белой технической коробке. Друзья, если вы вдруг видите тестер в фирменной коробке, но только в черно-белом исполнении, вот как бы цветное исполнение, а мы говорим про черно-белое, типа это тестер, написано тестер not for sale, здесь не написано, по-моему, что это тестер, но это тоже тестерная версия, мы ее заказывали с какого-то левого сайта, как тестерную. В общем, друзья, вот если вы видите вот такое, типа как товарная версия выглядит, но в черно-белом исполнении это сразу подделка, сразу, потому что тестеры идут либо в без коробки, либо в обычной белой картонной коробке, но никогда не вот с изображением, как должно быть там на самом флаконе, к примеру. То есть на флаконе должна быть изображена вот эта вот, например, африканская кожа, что-то тут у нас, леопард, гепард, в общем, тестер должен быть полностью либо в белой коробке, в однотонной белой, технической, из картона, либо вообще без коробки. Так, сейчас мы с вами сравним два флакона, вот мемо Марфа у меня оригинал и мемо Марфа, тестерная версия подделка. Ну, видим, да, разницу уже. Подделка оригинал, то есть глаз намного больше. Правда, действительно, у кого есть чем сравнить, сравнят. Не знаю, передает ли цвет камеры, но мне кажется, передает, надеюсь, передает. Более коричневый, более темный, черный такой флакон. И здесь написано, что это тестер, прямо на самом флаконе, что это тестер. У нас флакон, который оригинальный, тестерный, вот мемо и оде мемо, здесь нет никаких надписей, что это тестер, нигде. А в подделке есть. Так, что касается крышки, ну, символика соблюдена и на одной, и на второй крышке, ну, вот она в оригинале более-то как глянцевая, и, кстати, тяжелее намного, чем в подделке. Давайте сравним сейчас аромат. Я вот возьму чистый блотер, подпишу его, что это подделка, и сравним. Вот, подделка подписала. И возьму Марфу, которая у меня оригинальная, вот неподписанный блотер, это вот подписанный. Сейчас сложно оценивать, потому что на блотере-то аромат уже постоянно раскрылся. Я их отложу, и в конце этого обзора мы сравним обязательно ароматы. В общем, друзья, да, поняли? То есть, тестер либо вообще без коробки, либо в технической коробке. Если вот такие коробки, как вот, типа как изображено, что на флаконе, что и здесь, только черно-белый, это сразу подделка. Вообще, вот мы заметили, что когда мы пытались заказать эти подделки, то на сайтах, где действительно продаются подделки, там не все ароматы представлены. То есть, у нас их побольше, там около 25, может даже чуть больше, то в подделках там буквально, ну, я не знаю, штук 5, 6, 7 позиций, и все. Если вы видите сразу скудный вот такой набор позиций, сразу у вас должно это насторожить, что это подделка, скорее всего. Вот запомнили, да? То есть, вот такое, это вот, это тестеры поддельные. Далее, что касается товарных версий, друзья, тут вообще все просто. Все товарные версии бренда Мемы идут вот в таких коробках, либо шкатулки, эксклюзивные издания. Коробка большая, в кожаном оформлении, открывается она наверх. Такая же фишка, как и амуаж, тоже все в шкатулках идут. Если вы видите обычную картонную коробку, открывается, как привычный парфюм, это сразу подделка. То есть, товарные версии должны быть в шкатулках, вот таких. Вот это все в коробках, это подделка. Сейчас откроем аромат и сравним. Африканская кожа. Ну, у меня здесь, правда, нет африканского в оригинале. Так, ну, что по самому флакону? Я не знаю, видно здесь или нет. Он такой, как вам сказать, потертый весь, побитый уже, как будто его использовали. Так, ну, что касается надписей, даже не буду придираться ни к чему. Надписи все одинаковые. Вот, но мы сравним сейчас сами ароматы. Тоже нанесу, подпишу, что это подделка. У меня есть оригинальный блотер с этим парфюмом. Так, где у меня... Так, вот она африканская кожа. Так, вот у меня подписанный блотер и не подписанный. Опять же, мы их откладываем в другую сторону. Будем давать им время разойтись немножко. Так, дорогие друзья, значит, резюмирую. Тестеры в оригинале идут либо без коробки, либо в обычной картонной коробке. Как только вы видите тестеры, на которых изображено, изображен рисунок тот же, что и на внешней стороне флакона. Вот, да? И здесь тоже. Только в черно-белом исполнении. Это тестер поддельный. Что касается товарных версий, оригинал должен идти вот в такой коробке. Все, что идет в обычных коробках, это подделка. Так, ну а мы давайте обратимся с вами, теперь уже сравним блотеры. Вот Марфу сравним. Значит, подделка подписанная и оригинал. Ароматы похожи, безусловно. Но здесь очень четко, вот спирт до сих пор не уходит. Это означает о том, что спирт неочищенный. Спирт плохой, некачественный. Спирт до сих пор есть и он чувствуется. Очень спиртовой аромат. Прям он аж в горло садится, понимаете? А першение вызывает. Нет. Друзья, я неоднократно говорила, подделки это плохо. Кому-то кажется, да зачем переплачивать-то? Аромат тот же. Да не тот же. Он накапливается, а потом такие будут последствия, что мам, не горюй. Но в оригинале Марфа мягче. Она до сих пор раскрывается, раскрывается, раскрывается. А этот уже весь раскрылся. Повторю, что никакого раскрытия, потому что синтетика нет. Все-таки в оригинале используют определенное количество натуральных ингредиентов, поэтому раскрытие есть. Так, и обратимся теперь к африканской коже. Подделка. Ой, нет, друзья, тут вообще две разные истории. Здесь аромат, опять же, спиртовой. И вот он как был на начальном этапе нанесения, он не раскрылся. Вообще никуда не делся. Вот этот аромат уже стал мягче. Африканская кожа, она уже смягчается, становится таким более уютным. Но опять же, здесь очень много спирта. Мемы что-то как-то подделывают плохо. Спирт прям прет. Он вообще не уходит практически. И вот его даже неприятно вдыхать. И вы знаете, все говорят, вот химозина, химозина. Вот здесь действительно химозина чувствуется. То, что аромат, ни про каких натуральных ингредиентов вообще можно забыть. Ничего нет. Он абсолютно синтетический. Ну, мне, честно, мне неприятно вот это. То есть, как бы, сколько бы денег аромат не стоил, лучше купить более бюджетный вариант. Потому что сейчас у нас много есть аналогов нишевых парфюмов люкси. Уж лучше купить за доступные деньги какой-то оригинальный аромат, чем использовать эту подделку, которая непонятно что потом выльется в плане здоровья. Поэтому, друзья, остерегайте подделок. Покупайте продукцию у проверенных продавцов. Ну, а я вам желаю всего хорошего. Приятного вам дня. Желаю вам хороших, приятных и выгодных покупок с нашим магазином Aromako.ru. С вами была Юлия Романова. А мы встретимся с вами в новых обзорах. Буду очень рада вашей обратной связи. Оставляйте комментарии под этими видео. Всего вам доброго.